Что ты говорила про видео? Я говорила, что я не могу над этим видео на выливую туду. Я не могу над этим видео. Ес! Ес! Эй, ребята, всем привет! Давно я не снимала просто влогов. Просто один день из моей жизни. Надеюсь, сегодня мне удастся это сделать. Сейчас на улице очень сильный мороз. Надеюсь, я одна иду по дороге. Никто не видит меня. Так вот, что я хотела сказать. Вас становится с каждым днём всё больше и больше, и это не может меня не радовать. Спасибо каждому, кто смотрит, кто комментирует. Сегодня у меня будет собрание в нашей мечети городской, соборной. Потом у меня съёмки, передачи. Потом посмотрим, что-нибудь ещё интересное будет, может быть. Так что не переключайтесь. Я говорю, как Андрей Малахов. Берегите себя, своих близких. Кстати, кому интересно, я живу за городом. Поэтому каждый день, чтобы попасть в город, я проделываю путь где-то в 30 минут. Если ты живёшь... Ох, холодно. Если ты живёшь за городом, то тебе знакомо это чувство, когда просыпаешься от того, что соседские петухи кричат. Когда все друг друга знают. У нас здесь всего одна школа, поэтому все друг друга знают. Молодёжь тоже. Вот, кстати, она там. Где-то там видно вроде, да. Ну, несмотря на то, что она одна школа, образование в ней даёт хорошее, отличное, отменное. Практически все в моей... Дяденька посмотрел на меня, как она сумасшедшая. Практически все из моего класса и из параллельных классов поступили на бюджетную форму основ... На бюджетном основании. Дневная форма обучения. Что я несу? Ну вот, в общем-то, я подошла к остановке немножко неудобно. Продолжим попозже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok школу, но... Но я не успела, просто потому что съёмки задержались. Так что пойду в следующий раз. Иншалла. Кстати, интересная история, когда она родилась, в день в этот мы встретились с моей подружкой. И я пошутила, что вот сегодня вечером ты родишь или что-то такое было. И потом вечером на её муж мне написал сообщение, что ну вот дошутилась из Таидан. Отвезли мы, отделю. Так что вот так вот со мной шутки плохие. Кошмар. Привет! Вот там я училась, кстати, вот мой университет. Мы с девочками, с Викой и с Марьей, пришли на Татьяну по Волжье. Татьяну по Волжье, но мы сейчас ищем где почитать намаз. Пошли. Ты нашла что-нибудь здесь? Нет. Вот краткое пособие по тому, как найти место для намаза в университете. Самое главное взять псевдоков. Ой, сейчас будут комментарии. Вообще-то по халафитскому мазхабу колени тоже должны касаться дженамян в нольд в твэрд. Тут я пуплю. И самое стрёмное, что мы оставили наши сумки и куртки. Ну ладно, подумаешь. Да, и кажется, я смею. Вот, давай дженамян. Давай дженамян. прочитаем. Давайте, я постою потом. Давай. Послежу. Давай, последи. Обязательно оставьте человека, который будет следить. А, в общем, тут сидит куча студентов. У него двутория. И когда-то лет это года, так, ну на пятом курсе я здесь не ходила. Ну, где-то на третьем, четвертом, втором, первом я постоянно тут приходила, смотрела какие-то представления. это что-то хорошо. Все, оденет с джинсами, как раз, и все, Мария, а ты в первый раз идешь на обряд именно речения? Вообще да. А как это происходит? Ты знаешь? Нет. Первый раз иду. Я тоже не знаю. Вообще у них самые такие модные вещи. Не то, что у взрослых всякая шестоптрет всякий. Вот свитшот смотри. Слушай, еще б стоило так же. Всего лишь 300 рублей. Ну вот вообще вот такой бы я тоже одела. Ну а че бы нет? Почувствовать себя принцесской. Я, если честно, все это хочу сама себе. Такие лайфхаки продолжаются. Если вы находитесь в городе и вам нужно прочитать намаз, естественно. Малинных залов у нас нет в России. Но зато у нас есть вот что. Примерочное. Выбираете там, где штук подлиннее. Там, по сути, морежки на коврике видно. И читаете там намаз. Ну, естественно, надо быть аккуратнее и ставить кому-нибудь на стреме. В данном случае я стою на стреме. Счастливая мама, скажи пару слов. Счастливая мама сегодня спать легла в 5 утра. Проснулась в 11 дня. У тебя теперь счастье это на 5 минут подольше поспать. Кстати, для меня счастье, что я научилась сидеть спать. Вот оно счастье. Рината, как тетушка. Ты чувствуешь, как старость дует тебе в спину? Дышит просто тебе в спину старость. Особенно, когда они так часто говорят. Переоделась даже ради такого случая. А ты еще раз можешь сказать на камеру, почему ты переоделась? Чтобы, когда она выросла, увидела, какие красивые родители. Ты не так сказала. Ну ладно. Не, мне не снимай. Я уже все. Бабушки, дедушки. А где ботёк наш? Весёлый ботёк. У меня столько подколов накопилось. Если будешь читать эту переписку, ты умрешь со смехом. Я говорю, Хайбула, ты ляг спать? Проснешься? А уже ты отец. Он такой, ну нет. Я говорю, ты знаешь, это как матч. Смотришь, переживаешь любимую команду. А потом думаешь, да ну, чего я буду переживать. Заложишься спать, просыпаешься, а уже счет знаешь. Он такой, ну я пожаловал этот матч досмотрю, а ты иди спи. А в итоге ты в 5 утра так родила? В 5.25. А, слушай, до этого времени он не спал? Нет, он уснул, короче, проснулся. Он уснул в час, когда я уже, когда роды сами начались, больные еще 3 часа. А он в это время проснулся. А как он проснулся? Он как-то почувствовал, что я... Рожай. Обряд... Обряд именно речения для нас с тобой был впервой. Да, и он был очень такой душевный, классный. Да, очень мило. И когда... Вообще, у меня впервые так, что мои знакомые, как бы... Когда их знаешь до знакомства, потом как там до свадьбы, потом там у них... Что я несу? Ну, короче, когда их знаешь до этого, там до того, как у них родился малыш, а потом ты их видишь в роли родителей и так не по себе становятся. Ну, как-то они другие какие-то, серьезные какие-то. Да, они являются на глазах. Хотя для меня это те же самые отделяются, как бы лависельчаки. И... Он даже слов не знает, кстати. У него брат... Ему парень держит бумажку. И он знает, что ты его снимаешь, кажется. Он говорит, что он наелся. Это как раз про нас, кстати. И я уже наелся. Вот, кстати, мы очень наелись. А вообще, посудни, как моя, нужно оставлять одну треть для воздуха. Что это значит? То есть, ну, быть сытым, вставая из-за стола, но не переедать, как бы хотя бы, чтобы немножко оставалось местечко еще на воздух. Да. Одна треть для воды, одна треть для пищи, одна треть для воздуха. Не делайте так, как мы. Делайте так, как правильно. Продолжаем наше философствование в автобусе. И если сзади наш сосед услышан, извините. Ну, заодно узнать что-нибудь новенькое из жизни жителей Сарата. Смотри на нее. Мне кажется, он кривляется в нам камеру. Все светит. Ой, классно. А в машине такого не встретишь своей собственной, чтобы, знаете, кто-то на тебя смотрел. Кстати, я заметила, что многие блогеры, YouTube-блогеры, они там записывают, они там наездят на машину или в какой-нибудь другой стране или что-нибудь еще. А у меня так, что-то все так простенько. Проще к жизни относиться. Да. Ну, я думаю, что у нас разная целевая аудитория. Хотя мне нравится смотреть этих YouTube-блогеров. Вот. Они как-то меня вдохновляют, если честно. Вот. Но мне кажется, что у меня немножко другая цель. Вот и подошли к концу наши совместные с вами три дня. Надеюсь, вам понравилось. Если это так, напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам такие блоги. Я буду записывать их и дальше. Если нет, окей, это будет последнее. Я сразу извиняюсь, что видео получились какие-то половинчатые. Я не все смогла вам записать. Ну, во-первых, потому что я немножко еще стесняюсь это делать на людях. Но я научусь, обещаю. И второе. Я не записала для вас обряд именно лечения умышленно. Сами понимаете, малышка еще маленькая, а вас, Маша, очень много, очень много людей это увидят. В целях безопасности ее уже не стали этого делать. Ну, мало ли, там сглаз и все такое. Расскажу лишь вам про сам обряд. Очень интересно. Я видела его впервые. И смысл его я позже узнала. Оказывается, когда рождается малыш у мусульман, отец ребенка, иногда и мам, но отец тоже может, читает в правое ухо ему азан, а в левое и камад. Зачем это делается? Смысл в том, что, во-первых, так делал пророк Мухаммад, саляму алиху ассалям, это сунна. Во-вторых, смысл в том, что первые слова, которые видит ребенок, рождаясь на свет, это слова «возвеличивание Всевышнего», а также слова, призывающие к поклонению ему же Всевышнему Муху. И к тому же эти слова еще и защищают ребенка от всяких, скажем так, напастей, нечистой силы или, как мы называем, шайтана. Надеюсь, вам было интересно. Если да, вы знаете, что делать. Если вы еще не подписаны, вы тоже знаете, что еще делать. Ну и, как говорят мусульмане, ассаляму алейкум варахматуллахи в бараката.